Азербайджан, вновь в центре европейской дипломатии. Телефонные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с руководством Евросоюза, с президентами Франции и Италии, наконец, с генсиком НАТО остаются в центре внимания не только азербайджанского, но и европейского экспертного сообщества. В частности, пространную статью усилием евродипломатии на азербайджанском направлении посвящает французское издание Косюр, заголовок статьи говорит сам за себя, «Война в Украине, Европа просит помощи у Баку». Как отмечает издание, Франция сближается с Азербайджаном, чтобы справиться с последствиями российского вторжения. По мнению французского издания, «Война в Украине – это геополитическое землетрясение, невиданное со времен распада СССР. Главными чертами этого жестокого толчка в нашей геополитической тектонике плит являются быстрые появления новой логики блоков, обнаружение сходящихся жизненных интересов и сметание старых ссор и соперничества». Хорошим примером являются ускоренные переговоры между Вашингтоном и Каракасом. После многих лет эмбарго, разрушившего Венесуэлу, Джо Байден недавно направил Мадуро четкое дипломатическое послание, «Если ты вернешься, я все отменю». После чего констатирует, еще одним регионом, где все быстро меняется, является Южный Кавказ. После чего, иронично замечает, мы вдруг вспоминаем, что Азербайджан обладает довольно редким геостратегическим активом, у него есть не только газ, но и собственные газопроводы для его прямого экспорта. Это преимущество заслуживает небольшого внимания. Как напоминает французское издание, когда Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской республики в 1993 году, он принял на себя руководство разрушенной страной, проигравшей войну с Арменией и, следовательно, 20% своей территории. Он смиряется с прекращением проигранной войны, чрезвычайно трудное решение, и беспокоится об экономическом развитии своей страны. Это включало две вещи, во-первых, восстановление нефтяной промышленности, во-вторых, получение средств для экспорта углеводородов, минуя Россию. По мнению Косюр, этот актив принес сегодня Баку место за столом переговоров. По некоторым данным, телефон президента Азербайджана Ильхама Алиева звонит не переставая. Часто звонят Шарль Мишель, Марио Драги, тот самый человек, который два года назад так и не понял, зачем нужно было утруждать себя встречей с ним во время его визита в Италию, генсек НАТО и Эммануэль Макрон. А с частотой обменов менялся и тон. Как отмечает издание, европейцы, в частности, Франция попросили Азербайджан помочь слабому звену на бывших территориях СССР, Молдавии. Баку пообещал предоставить Кишиневу то, что ему нужно, чтобы обходиться без российского газа следующей зимой. Это сложная операция, требующая изменения направления газового потока, который сегодня идет из России в Болгарию, чтобы иметь возможность транспортировать драгоценный углеводород с юга на север. С января 2021 года Азербайджан уже поставил 19,5 миллиарда кубометров газа в Турцию, Италию, Грецию и Болгарию и намерен увеличить объемы экспорта на 7 или 8 процентов. 1,5 миллиона кубометров в ближайший месяц. Добавим от себя. Те реалии, о которых рассказывает французское издание, заставляют в очередной раз задуматься о масштабах и стратегической дальновидности той работы, которая была проделана в Азербайджане. Сегодня наша страна для европейских лидеров – ценный партнер, обладающий огромным потенциалом, и это уже придает совсем другое прочтение тому мастер-классу телефонной дипломатии, который демонстрирует президент Азербайджана. И да, сегодня опять европейские лидеры звонят в Баку, а не мы обрываем чьи-то телефоны с просьбами о помощи.